Здравствуйте! Меня зовут Самоленко Наталья. Мы очень рады, что сюжет о сорняках-пионерах не остался незамеченным на просторах интернета, а получил такой живой отклик среди наших подписчиков. Тема на самом деле очень интересная и сложная, поэтому мы позволим себе время от времени к ней возвращаться, так как на наш взгляд это поможет понять не только свой сад, но и совершенно по-другому взглянуть на обыденные вещи. Сегодня мы продолжим тему сорняков, но посмотрим на нее с другой стороны. После ролика о пионерах многие ошибочно решили, что любой сорняк это пионер. На самом деле это не так. Пионерами можно считать лишь аборигенные виды, да и то не все. Растения-пионеры были созданы природой, чтобы заселять непригодные для других форм жизни территории. К примеру, делать вулканическую лаву, пригодной для жизни, облегчать тяжелые глины, бедную почву обогащать азотом и так далее, и так далее, и так далее. Виды, завезенные из других регионов или материков, не всегда выполняют возложенную на них задачу. Даже если в пределах своего ареала они считались пионерами-первопроходцами. Иногда что-то выходит из-под контроля. И растения, на которые делалась большая ставка человеком, начинают жить своей жизнью, вопреки возложенной на них миссии. А привозят их для того, чтобы они украшали сады и парки. Какие-то для того, чтобы разнообразить нашу продуктовую корзину. На некоторые возлагается более серьезная миссия. Предотвращение эрозии почвы, укрепление склонов, быстрое озеленение городов и так далее, и так далее, и так далее. Все это оправдано и имеет место быть. Ведь в противном случае в наших садах не росла бы даже яблоня, картофель, томаты. Мы бы не имели возможности любоваться цветением роз и пионов. Большинство растений в наших садах родом из далеких стран. Но бывают случаи, когда что-то пошло не так. Некоторым видам настолько нравятся новые условия, что они выходят за пределы наших садов, городов и полей и начинают бесчинствовать, захватывая все новые и новые территории. И это далеко не только свалки и пустыри. Это леса, луга, сады. Ничего не напоминает? Если проводить аналогию с миром людей, то ситуация чем-то напоминает историю с переселением и миграцией народов. Европейцы, пришедшие в Америку и выразившие индейцев, какая-то часть мигрантов, приехавшая в Европу и севшая на шею местному населению. Везде примерно все одинаково. Пусти лисичку в дом переночевать, она и щи сожрет и из дому выгонит. Я ни в коем случае не очеловечиваю растения. Но многие процессы в мире растений и грибов очень схожи с тем, что происходит у нас. И решения, наверное, тоже одинаковые. Так вот, о таких хамах и наглецах сегодня мы и поговорим. Только назовем их по-умному. Инвазимные виды. Такие виды встречаются на любом материке и есть в любой стране. К примеру, в Англии и Новой Зеландии так нами любимый и желанный рододендрон понтийский обнаглел настолько, что давно уже вышел за пределы парков и садов. Благодаря быстрому размножению семенами и порослю в какой-то момент он поставил под угрозу самосуществования вересковых пустошей. Уж не знаю, чем ему так понравился старый свет, но у себя на родине Турции и в Западном Кавказе ведет он себя более чем скромно. Или еще одно растение. Робиния псевдоакация. Мы ее знаем под названием белая акация. Хотя это не совсем корректно, так как к акациям она имеет опосредовательное отношение. А вернее никакого. Когда-то в далеком 17 веке ее привезли вместе с другими экзотами из Северной Америки. Там она ведет себя крайне скромно и прилично. Растет на влажных богатых почвах среди сосен, дубов и кленов. Но, приехав в Европу, барышня распоясалась и незаметно натурализовалась. А начиналось все хорошо. Ее привезли украшать города, укреплять песчаные склоны для ветрозащитных полос. А в итоге что? В итоге она включена в сотню растений, угрожающих местным экосистемам Европы, так как нарушает цикл азота в почве. И сейчас плавно и незаметно делает то же самое в Южной России. Если говорить о черной книге России, то не упомянуть о борщевике нельзя. Он не пришел к нам из-за океана, как думают многие. Никто даже и не подозревал, что внедрение бурщевика может привести к таким последствиям. Однако на сегодняшний день борщевик – это серьезная проблема. С борщевиком можно и нужно бороться. Но ведь делать это можно по-разному. Можно так, что он уйдет и не вернется. А можно ежегодно вести борьбу с нулевым результатом. О том, как с ним бороться и откуда он к нам попал, можно узнать, посмотрев видео на нашем канале. Также вы найдете видео еще об одном интереснейшем растении – клене сине-листном. Многим он известен под названием «Американский клен». И опять, это не была диверсия коварного Запада. Мы сами все сделали своими руками. Сами посадили, сами упустили. А теперь ищем виноватых. Проблема инвазивных видов есть в любой стране. Финляндия, Швеция и Норвегия не могут удержать в узде морщинистую розу. В Америке не знают, куда деться от плакун травы – дербенника и валесного. Еще немного, и он заменит собой всю флору, растущую на болотах. Вот на кого никогда не подумаешь, так это на Барбарис Тунберга. В Америку он попал не через японские острова, что было бы логично, так как это его родина, а через Россию. Все началось, как водится, с самых лучших побуждений. Российские ботаники предложили эту культуру как альтернативу барбарису обыкновенному. Ведь обыкновенный барбарис является промежуточным хозяином – ржавчиного гриба, повреждающего зерновые культуры. Барбарис Тунберга ушел в лес, где образует непроходимые заросли, чем подавляет не только местную флору, но и постепенно двигает некоторых животных с привычных мест обитания. А клен астролистный? У нас на континенте нет чистых лиственных лесов из этого клена. Он быстро растет, хорошо размножается, но в рамках его держат другие растения. И не только растения. Во многим сдерживающим фактором являются насекомые, грибы, бактерии и даже человек. А в Северной Америке таких сдерживающих факторов не оказалось. И почти за три столетия клен настолько обнаглел, что под угрозой оказался клен сахарный и некоторые полевые цветы. Этот список можно продолжать и продолжать, но все эти виды имеют общие черты. Зачастую схожие с растениями пионерами или родуралами. Они все производят большое количество семян. Один только дербинник и валисный, более двух миллионов штук за год. А если их два, десять, тысяча, многие из них прекрасно растут на нарушенной почве, как борщевики. У многих семена и плоды более привлекательны для птиц, нежели семена местных видов. Некоторые виды имеют крайне агрессивную корневую систему, способную буквально задушить и выхватить питание изо рта у коренных видов. Многие растения в листьях или корнях образуют ингибиторы, препятствующие прорастанию семян и развитию других растений. Обнаглевшие пришельцы инвазивные виды являются серьезной проблемой. Вымирание многих видов всецело лежит на их плечах. По статистике это 25 процентов за последние 4 столетия. Возникает вопрос, что делать? Кто-то скажет, давайте закроем границы и запретим ввоз и вывоз растений. Классная идея, мне, если честно, нравится. Но тогда давайте закроем границы и для людей. Забудем про путешествия. Каждый будет сидеть в своей стороне, а еще лучше в деревеньке и не высовывать нос. Ну мало ли что может случиться. Ведь много известно случаев, когда семена пересекали границу буквально на сапогах или плащах путешественников. Нет, зачем только границы? Давайте запретим птицам и животным мигрировать. Ведь они могут принести незваных гостей. Так можно зайти далеко. И все равно это не решит проблему. Я не могу сказать, что решение есть у меня. Конечно нет. Будь у меня решение, я была бы очень богатым человеком. Ведь его, скорее всего, можно было бы применить и к социальной проблеме. Но, увы, некие общие правила, во всяком случае, касающиеся инвазивных видов, растений все-таки есть. В первую очередь, неплохо бы сначала изучить тот или иной вид, который мы внедряем в сельское, лесное или городское хозяйство. Сделать пусть гипотетический, но все-таки прогноз развития этих растений в той или иной области. Ну и если все-таки что-то пошло не так, незамедлительно применять меры. Такие, как прополка, гербициды или вырубка. Причем делать это нужно сообща. Садовод плюс городские службы. И еще. Я знаю, что это сложно. Но давайте попробуем научиться по-другому смотреть на мир и на растения. Давайте прислушиваться к ним и учиться видеть красоту каждого растения в отдельности в их природном сочетании друг с другом. Помните, в дореволюционной России барышень учили живописи и музицированию. И ведь не для того, чтобы все они стали художницами или композиторами, а для того, чтобы они умели видеть и слышать. А самое главное, понимать красоту. Оказывается, этому тоже надо учиться. Может быть, я старею. Но, кажется, я поняла, что значит по-настоящему природные сады. И, на мой взгляд, они прекрасны. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Их, я надеюсь, будет много.